Привет! Сейчас расскажу вам о том, как я проектирую интерфейсы на фрилансе. Распишу всю услугу от и до. От получения заявки до подписания акта о выполненных работах. Информация ценная, рекомендую досмотреть до конца. Обычно такими процессами никто не делится, в том числе и потому, что они мало у кого выстроены. О себе. Меня зовут Егор Камелев, я проектировщик интерфейсов. Занимаюсь этим с 2005 года. Поработал уже и со студиями, и в проектах, и собственный проект был, и на фрилансе. Как-то кручусь-верчусь. В общем, опыта много, рассказать есть о чем. Сейчас я буду рассказывать именно о создании интерактивного прототипа. И я опишу процесс для нового клиента с новым проектом, потому что они могут отличаться для уже существующих клиентов. И они могут отличаться для клиентов, которые приходят не с новым проектом, а с доработками в существующей, или с уже давно работающими проектами, которые надо оптимизировать, или с проектами, которые надо снести и переделать с нуля, но все равно опираться на тот опыт, который уже был. Вот это все сегодня мимо кассы. Я расскажу про клиента с потенциальным новым проектом. Погнали! Все начинается с заявки, которая падает мне в работу. Заявка мне может прийти либо от незнакомого человека, типа, привет, Егор, давай поработаем, прочитала тебе что-то интересное, хочу посотрудничать. Либо заявка может ко мне прилететь от какого-то знакомого человека, который говорит, Егор, тут с тобой хочет поработать такой-то, можешь ему написать, я дам тебе его контакты. Вот, в первом случае мне человек пишет, и я как-то реагирую на то, что он мне написал. Во втором случае я пишу человеку, и мне надо сформулировать какое-то приветствие и предложение, с которым я к нему прихожу. Суть любой заявки, точнее, суть моего ответа на любую заявку, это организовать разговор голосом с этим человеком. Потому что я не могу обсуждать проектирование интерфейсов в переписке, это невозможно. Мой ответ состоит структурно из предложенной даты и времени переговоров. Я говорю, привет, давай пообщаемся, такого-то числа, во столько-то часов, МСК. Предупреждаю, сколько понадобится времени. Я пишу, нам понадобится на разговор часик, мы просто познакомимся, посмотрим друг на друга и примем решение, будем ли мы сотрудничать. Вы расскажете о проекте, я расскажу о своих процессах и услугах. Я не запрашиваю никаких материалов, не прошу заполнить бриф, ничего. То есть я перед встречей и знакомством не хочу нагружать моего потенциального клиента никакой домашней работой. Но при этом я частенько получаю эти материалы. У людей уже что-то готово, они скидывают мне что-то, говорят, Егор, ознакомься. Но об этом, видимо, на следующем слайде. Потому что следующий шаг – это переговоры знакомства. Я человеку назначил дату, время, мы договорились и в назначенный день мы с ним общаемся. Я не опаздываю на эти переговоры, я прихожу к ним немножечко заблаговременно. Я за пять минут до старта пишу человека, я готов. Если вы уже тоже готовы, то погнали. Я готовлюсь к этим переговорам заранее. Я гуглю клиента, если есть такая возможность. Я смотрю на его проекты, я смотрю на те материалы, которые он мне прислал. Но только в том случае, если они не громоздки, если мне надо ознакомиться с 50-страничной технической документацией на какой-то грядущий проект. Этот этап я пропускаю. Я ему так и пишу. Спасибо за документацию, я ее пробежал по диагонали, но ознакомлюсь я с ней только в том случае, если мы приступим к работе. Потому что вдумчиво прочитать 50 страниц текста – это займет много моего времени и сил. И я на это не готов. Как только мы начинаем разговор, я улыбаюсь, я делаю непринужденный вид. Конечно, если мне для этого не приходится надевать какую-то маску. Если у меня плохое настроение, я предпочту все-таки сидеть с плохим настроением и с постным лицом, чем делать вид жизнерадостного человека. Мне кажется, это более естественно и органично. Но все-таки улыбнуться вначале и вот сказать здравствуйте, и представиться, и обменяться должностями – это уже часть рутины, которая как-то настраивает людей друг к другу. Я знакомлюсь с человеком и слушаю рассказ о задаче. Я говорю, с чем вы ко мне пожаловали или чем я могу вам помочь. И слушаю, не перебивая. Он может рассказать все, что хочет о своей команде, о проекте. Я из этого рассказа строю себе какую-то картину происходящего, пытаюсь понять, кто это, пытаюсь понять, что у него за проект. И в процессе эта какая-то картина формируется. Но она обычно формируется из осколочных кусочков информации. Потому что на моем веку я не встречал людей, которые умеют очень классно рассказать о себе и о своем проекте, начиная с фундаментальных кусочков информации и заканчивая уже чем-то еще. Обычно мне начинают говорить в таком ключе, будто я уже и так все знаю, я в курсе, что это за человек и чем он занимается. Вот, поэтому в конце рассказа человека я начинаю задавать уточняющие вопросы. При этом я интересуюсь не деталями по проекту, а общей картиной. Например, вот вы со мной только что поговорили, а можете сказать, вы вообще кого в компании представляете? Ну, например, какую вы роль во всем этом играете? Что у вас за компания? Как у вас появилась эта идея для проекта? И на каком вы сейчас этапе находитесь? Потому что все вот эти вот данные, они обычно за скобкой остаются. За скобками. Человек считает, что все окружающие и так это знают. Это касается всех нас, меня в том числе. Дальше, после того, как я все это выслушал и я услышал его проблему, я принимаю решение о потенциальном сотрудничестве. Именно в этот момент. Я вот в момент, когда он мне что-то рассказывает, не заинтересован в том, чтобы ему продавать свою услугу. Только после того, как я все узнал, я крепко задумываюсь и решаю, да, пожалуй, это то, за что я возьмусь. Или нет, тут я человеку никак не могу помочь, потому что опыт нерелевантен, и он пришел за чем-то другим. После того, как я принимаю решение, что мы с ним не можем посотрудничать, я ему так и говорю. Извини, но я с этим ни разу не работал, мне это неинтересно. Ну, или еще какие-то причины озвучиваю. И мы расходимся друзьями. А если мне это интересно, то я говорю, да, отлично. Давайте я расскажу о том, как я выполняю свою работу, и я рассказываю о себе и своих процессах. Обычно я расшариваю экран монитора и показываю основные артефакты, которые есть в моей работе. Я рассказываю, что вот я проектирую интерфейсы, что для того, чтобы оценить проектирование, мне надо собрать функциональные требования о проекте. А чтобы собрать функциональные требования о проекте, мне сначала надо въехать в проект. И вот на простых проектах я въезжаю быстро, буквально на переговорах, знакомстве. На сложных иногда для того, чтобы въехать в проект, нужно ознакомиться с большим количеством документации, потратить неделю, и даже этот этап можно оценивать отдельно. Я говорю, что после того, как я пишу функциональные требования, я действительно оцениваю объективно, сколько разработка, ну точнее проектирование проекта займет по времени. Потом я делаю интерактивный прототип, а потом после интерактивного прототипа я обязательно предложу также заказать у меня функциональную спецификацию на этот прототип, для того, чтобы все еще описать текстом. Ну в общем, такой стройный рассказ, минут на 10-15 он может быть, когда я ударяюсь во все детали. Но при этом я показываю все эти артефакты, поэтому уровень абстракции, градус абстракции, он для клиента падает. После этого я запрашиваю дополнительные материалы по проекту, если они мне нужны. На всякий случай я интересуюсь, а есть ли у вас уже что-то описывающее проект, есть ли уже какие-то примеры чего-то, есть ли что-то работающее. Если нету, то и ладно, если есть, то и отлично, но иногда мне даже и не нужно дополнительных материалов после вот этого первого разговора, знакомства с клиентом. После этого я предлагаю перейти к этапу сбора функциональных требований к проекту. Клиент ведь уже знает, для чего это надо делать, для того, чтобы я смог оценить работу. Я ему предлагаю обычно два варианта. Бесплатный. Если проект ну совсем простой, и мы большую часть обсудили уже во время знакомства, бывает даже такое, что после этого знакомства я уже сразу в состоянии написать документ с функциональными требованиями, и даже не понадобятся дополнительные переговоры. Но чаще всего бывает так, на переговорах в знакомстве я примерно прикидываю, сколько займет следующий разговор, обычно час, и говорю, что наш следующий шаг пообщаться еще часок, какой-то другой день, например, завтра или сегодня вечером. Я не люблю затягивать этот процесс. И я позадаю вам конкретные уже узкие вопросы по проекту для того, чтобы иметь возможность оценить его проектирование. И я объясняю клиенту, что это бесплатно, но только в том случае, если я вижу, что эти переговоры займут час-полтора. Если я вижу, что для того, чтобы собрать данные для функциональных требований, мне понадобится несколько дней работы, я отдельно оцениваю этот этап. То есть я тут не собираюсь рисковать собственным временем. Ну и, разумеется, в самом конце вот этих первых переговоров знакомства я назначаю дату и время переговоров для сбора функциональных требований. И здесь клиент попадает в такую цепочку действий с моей стороны, когда он в любой момент времени точно знает, на каком этапе мы находимся, что произойдет на следующем шагу и когда этот следующий шаг будет. То есть ни в коем случае я не напишу клиенту. Ну, мы с вами чуть-чуть попозже тогда договоримся о том, когда с вами пообщаемся по ФТ. Нет, уже в конце этих переговоров я назначаю точную дату и время, чтобы он никуда не делся. Следующий этап – это непосредственно вот сбор функциональных требований. Это еще одни переговоры с клиентом. То есть вот я час с ним пообщался, мы познакомились. Хотя это могло быть и 15 минут, и полтора часа, тут как пойдет. Я люблю знакомиться с новыми людьми, особенно если у них есть свои проекты. Они все очень интересные люди. На следующих переговорах я собираю функциональные требования. Я точно так же не опаздываю, я готовлюсь заранее. Но тут я вернусь на шаг назад по поводу «не опаздываю и готовлюсь заранее». Я делаю на этом постоянно какой-то акцент, потому что, мне кажется, это самая важная штука, которая показывает ответственность человека. Если клиент опаздывает на вот эти первые переговоры знакомства со мной, когда мы ничем друг другу не обязаны, их легко можно отменить или перенести вообще без напряга. И если он при этом меня не предупреждает заранее, я себе делаю пометочку, и у этого человека начинает работать повышающий коэффициент. Я ему назову более высокую цену за следующие этапы работ, чем если бы он пришел вовремя. Это не потому, что я хочу наказать человека или считаю его нехорошим. Вообще нет. Это потому, что я понимаю, что на следующих этапах он будет немножечко саботировать мою работу, ведя себя вот так безответственно. После нескольких сотен клиентов это правило себя показало идеально. То есть все люди, которые опаздывали на переговоры, они обязательно косячили в организации своего собственного времени работы со мной. К сбору функциональных требований я тоже готовлюсь заранее. Я уже себе записываю какие-то заметочки со списком вопросов, которые я хотел бы задать по функциональным требованиям. Кстати, во время переговоров знакомства я тоже могу вести заметки, прямо во время разговора записывать что-то важное для себя. Во время сбора ФТ я уточняю детали, важные для проектирования. И тут уже я не слушаю клиента внимательно и долго, и не перебиваю, а я всю дорогу веду переговоры и направляю клиента в нужное мне русло. Потому что мне нужно получить какие-то конкретные сведения о проекте, и если клиент начинает забываться и рассказывать что-то лишнее, я его поправляю. Я обязательно в процессе веду заметки, и в этот раз я это делаю уже демонстративно. Клиент должен понимать, что я ничего не доверяю своей острой памяти, а доверяю, как говорят, тупому огрызку карандаша. Я шарю экран. Здесь точно так же, если на прошлых переговорах я показывал свои какие-то артефакты по проектированию, по всему процессу, то здесь мы вместе смотрим на референсы, на конкурентов, то есть пытаемся как-то синхронизироваться и понять, на что клиент будет обращать внимание, принимая у меня работу. После того, как я с ним поговорил, собрал все, что мне нужно, я называю дату и время, когда функциональные требования будут готовы. Часто я не затягиваю. Обычно я сдаю документ с функциональными требованиями на следующий день после того, как мы поговорили. Бывает даже и быстрее. Если мы поговорили утром, документ с функциональными требованиями может быть уже к вечеру. И на этом этапе я еще раз заранее объясняю, какие этапы могут быть впереди, сколько они стоят, чтобы клиент был вооружен и принимал взвешенные решения. Потому что, допустим, прототип стоит 150 тысяч, но, по моему мнению, обязательно к любому проекту надо писать функциональную спецификацию. Я сразу говорю, вот прототип 150, но функциональная спецификация еще впереди будет. Я настоятельно рекомендую ее мне приобрести. А она стоит тоже 150. И вы можете прибавить еще плюс столько же времени, сколько было затрачено на прототип. Чуть-чуть поменьше, но лучше с запасом подстраховаться. На этом этот этап закончен. Опять же, обращаю еще раз отдельное внимание, что после того, как я с ним поговорил, я не оставляю его в подвешенном состоянии. Я ему говорю, какой следующий шаг, когда у нас, в данном случае, когда будет готов документ. Дальше я иду и готовлю документ с функциональными требованиями. Я открываю Google Doc, создаю новый документ, называю его там «Название проекта, запятая функциональные требования» и составляю этот документ. Делаю общее описание проекта, прикидываю структуру проекта, ну, то есть его карту сайта условно, и прописываю функциональные требования, что разные группы пользователей могут делать в рамках этого проекта. Ознакомиться с такой-то информацией, заказать такую-то услугу, воспользоваться такой-то формой и так далее, и тому подобное. Когда я все это прописал, у меня в голове формируется какое-то примерное представление о том, сколько проектирование всего этого может занять по времени, и я в конце документа оцениваю сроки. Я пишу, что проект будет готов в течение 30 календарных дней, и от клиента понадобится столько-то часов на переговоры. Этот документ мне нужен в том числе для того, чтобы показать клиенту, что я не упустил никаких вводных и могу повторить задачу своими словами. После того, как я закончил делать документ, я скидываю ссылку на документ клиенту. Это же онлайн документ. Делаю это для того, чтобы он мог сам все посмотреть и оставить какие-то комментарии, если ему что-то непонятно. Добавить какие-то вводные самостоятельно, если он считает, что я не все учел. Как я скидываю ссылку? Иногда я просто сразу иду и скидываю ему в мессенджер. Документ готов, вот ссылка. А иногда я вот прям педантично поступаю. Я ему сказал, что ссылка будет завтра в полдень, и я завтра в полдень отложенным сообщением ему эту ссылку скидываю, а сам в это время занимаюсь другими делами. После того, как клиент смотрит на документ, читает его, а я должен убедиться в том, что он его посмотрел, иногда я задаю вопросы, ну что, как удалось посмотреть? Да, кстати, когда я скидываю ссылку на документ, я ей также какие-то временные ограничения озвучиваю. Говорю, посмотрите, пожалуйста, в течение дня дайте обратную связь. Если он не укладывается в это время, мне надо будет его подгонять дальше. Читаю его комментарии в документе, согласую их, иногда приходится даже организовать дополнительные переговоры, если всплыло что-то непонятное, новое и интересное. Ну и, наконец, после того, как я увидел, что клиент ознакомился с документом, все прочитал, совсем согласен, вот только после этого я, наконец-то, делаю оценку проектирования. Я называю сроки, я называю часы на переговоры, я делаю, называю стоимость. И должен заметить, что вот до этого момента клиент уже несколько раз мог меня спросить, Егор, ну скажите уже, сколько же стоит это проектирование? Я все время держу язык за зубами и говорю, пока мы не согласуем функциональные требования к проекту, оценку я вам дать не могу, это будет непрофессионально с моей стороны. Это правило я иногда нарушаю, но очень редко. Ну когда, ну супертиповой проект, я могу клиенту сказать вилку цен. Вот вилка цен такая-то, но точно мы узнаем после функциональных требований. После того, как клиент сказал, что да, функциональные требования здорово отображают, это ровно отображает то, что мне нужно от проекта, и что дальше? Я говорю, а дальше я сейчас скину вам коммерческое предложение на создание интерактивного прототипа в Акшуре. Это то, ради чего мы все и делали. И я ему называю сроки и цены сообщений в мессенджере. Говорю, проект будет стоить, не знаю, 200 тысяч рублей, 30 календарных дней. Что скажете? Я обычно жду, пока клиент прочитает это сообщение и скажет, окей, ладно, погнали. Сразу после этого я готовлю договор. В договоре приложение номер 1 это те самые функциональные требования, которые мы согласовали с клиентом. Они как раз и описывают весь объем работ, которые я буду делать в дальнейшем. На всякий случай я уточняю, в каком разрешении будет сделан прототип, для того, чтобы не было неожиданностей в конце и неоправданных ожиданий. Вместе с договором я сразу же готовлю счет. У меня стопроцентная предоплата и клиент получает от меня письмо, в котором я дублирую коммерческое предложение. Сколько стоит, сколько займет времени, сколько часов понадобится на переговоры. К письму приложен договор, к письму приложен счет. И клиенту дальше остается обменяться со мной документами с помощью электронного документа оборота. После того, как мы подписываем договор, он может в тот же момент мне переслать деньги. На этом этапе моя задача сделать так, чтобы клиенту вообще не пришлось ждать дополнительно от меня чего-либо. Как только он принял решение, увидев циферки, со мной работать, у него тут же буквально в течение часа должен лежать на почте договор и счет. И желательно, чтобы деньги в течение того же дня уже оказались на моем счету, и я приступил к работе. Потому что с каждым днем, когда я затягиваю вот это вот КП и затягиваю подготовку договора, с каждым днем клиент становится все холоднее. Он может передумать со мной работать и переключиться на что-то еще. Или, если нет, то сильно отложить старт работы. Что ж, мы подписываем договор с помощью ЭДО. Обычно я кидаю ему договор, он его подписывает, кидает мне его обратно, и я его подписываю. Это 30-секундное телодвижение с помощью электронного ключа, если вы оба используете юридическое лицо. Предоплату я не трогаю. Деньги приходят ко мне на банковский счет. Я радуюсь им, но я их не трогаю до тех пор, пока работа не будет завершена. Для того, чтобы у меня всегда была сумма, которую я могу вернуть обратно в случае какой-нибудь катастрофы в процессе работы. Этого почти никогда не происходило на моей практике, но это дарит мне дополнительное спокойствие и уверенность в завтрашнем дне и в проекте. Ну и этот пункт, разумеется, он актуален особенно для тех, у кого пока нет финансовой подушки безопасности. Если на счету и так полно денег, то, конечно же, можно рисковать деньгами клиента, и в случае катастрофы можно будет откупиться собственными деньгами. Я тут же сообщаю клиенту, что деньги получены, как только вижу их на своем счету, и в этот момент я называю ему следующую дату и время для переговоров, для того, чтобы он точно знал, где мы находимся и какой следующий шаг. После этого я создаю групповой чат в Телеграме, называю его в соответствии с названием проекта, и приступаю к работе. И я начинаю делать интерактивный прототип в Акшуре. Сесть за него обычно довольно тяжело, поэтому у меня есть какая-то рутина, которая позволяет мне раскачаться на работу. Я такой, блин, делать новый прототип в Акшуре. Ладно, сожгусь, открываю Акшуру, создаю файл, называю его, делаю титульную страницу, делаю направляющие слева и справа с отступами по 20 пикселей от 1000 пиксельной ширины, которую я беру по умолчанию, оформляю титульную страницу, на которой будет название проекта и ссылка на главную страницу. Ну и, наконец, я перехожу к этой главной странице, и вроде я уже проделал кучу вот этих вот рутинных телодвижений, которые я перечислил, которые немножечко меня раскачали на работу. И вроде уже не так страшно сидеть и работать. Я на главную страницу накидываю все-все-все элементы, которые мне приходят в голову. Логотип, меню навигации, из каких пунктов оно состоит, что там будет в подвале, где там будет форма, кнопка с призывом к действию, где поиск, где переключалка языков, где выбор региона. Все-все-все это в качестве винегреда попадает на главную страницу. А дальше я это все как-то компоную и выстраиваю между собой так, чтобы оно смотрелось нормально. И на основе этого дела я проектирую навигационные решения по всему проекту. Дальше я в прототипе создаю все основные разделы и перелинковываю их. Как только я их перелинковал, у меня получается готовая скомпонованная шапка и подвал и куча страниц, между которыми можно перемещаться с помощью ссылок в шапке и подвале. Возможно, в каких-то дополнительных меню навигации. Это и называется навигационное решение. Я начинаю именно с него, потому что в случае, если в будущем будут возникать какие-то правки, связанные с навигационным решением, они будут довольно трудоемкими для меня. Лучше начинать с чего-то, что потом вряд ли будет правиться в процессе. Если бы я забил на навигационные решения и начал, например, с какой-нибудь главной страницы, то уже через несколько итераций мне бы пришлось все подчистую переделать. А зачем эта лишняя работа? После того, как я спроектировал навигационные решения, я устраиваю первую демонстрацию. Собственно, обычно это происходит через день-два, после начала работ, вне зависимости от сложности проекта. Навигационное решение даже для крупной ERP-системы это не что-то суперсложное с точки зрения проектирования. Сложности начнутся чуть-чуть подальше. Я снова не опаздываю, я снова готовлюсь заранее. Я генерирую свой прототип, то есть публикую его в интернете. Я прохожу по всем ссылкам, проверяю, что оно все работает, потому что поначалу я не всегда так делал и позорился во время первой демонстрации, когда что-то не работает, ты идешь что-то поправляешь, извиняешься и так далее. И во время первой демонстрации я уже фиксирую вопросы и комментарии от клиента тоже в тех же заметочках и отношусь к ним очень внимательно, потому что теперь каждая мелочь, которую я получил от клиента, которая мне кажется мелочью, она на самом деле будет не мелочью для клиента. И я должен демонстративно все это дело фиксировать где-то на бумаге. Многие правки я вношу на лету, ведь у меня расшарен экран, причем клиенты вполне себе спокойно смотрят не на сгенерированный в акшуре прототип, а на исходник прототипа и как я в нем работаю. В конце концов, люди что больше всего любят наблюдать, как течет вода, горит огонь и работают другие люди. Клиентам обычно нравится, как я быстренько вношу любые правки прямо на лету. И я привожу результат к тому виду, который устраивает клиента. То есть я обычно не рискую, и если у нас что-то не согласовано, и я не уверен, понравится это клиенту или нет, если есть риск, что я сделаю что-то, что не понравится, а потом сверху на результат этой работы наслоится какая-то еще работа, то на следующем этапе мне придется делать двойную работу, переделывая результат. Поэтому к финальной цели я всегда иду короткими согласованными итерациями. Дальше я делюсь после того, как мы поговорили, и клиент кивнул, что все окей, можно двигаться дальше. После этого я делюсь ссылкой на сгенерированный прототип в групповом чате, закрепляю эту ссылку в сообщении, чтобы она всегда была под рукой, и назначаю дату и время следующих переговоров. Каждый раз обязательно, да, не забываем. То есть я обязательно веду клиента вперед, и он всегда информирован, что и когда произойдет в следующий момент. А дальше идет череда следующих демонстраций. Я устраиваю короткие итерации в идеале каждый день. Вот у меня тут в презентации написано, потому что я ленивый. Да, я работаю довольно быстро, и в принципе, когда я называю 10 дней на прототип, я могу сделать его в последние 2 дня. Если бы я не выстраивал себе таких искусственных ограничений, то именно так бы и происходило. Но нет, я предпочитаю начать работать с первого дня, а дальше назначаю переговоры каждый следующий день, ну, либо с такой частотностью, какая позволительна клиенту. При этом работать над прототипом я могу буквально за час до переговоров. И это нормально. За час я выдаю такой объем работы, который клиенту может показаться результатом целого рабочего дня. Опять же, это моя особенность. Кому-то надо будет стартовать за 2-3 часа до начала переговоров. Вот, и таким образом я ставлю себя в ситуацию, когда мы короткими итерациями движемся к цели, и у меня еще в конце остается какое-то время в запасе, я не в последний день все делаю. В последние дни мы досогласовываем детали и укладываемся в обозначенные сроки, что очень важно. Сначала я проектирую ключевые разделы и сценарии. Ну, допустим, если это интернет-магазин, то самое важное это карточка товара и процедура оформления заказа, чек-аут в корзине, а не главная страница, списки, координаты, рассказ о владельце магазина и вот это все. Затем все остальное прорабатываю, какие-то второстепенные страницы, которые я сейчас перечислил. Ну, и в самом конце я проектирую главную страницу. И после того, как вообще все спроектировано, я генерирую прототип, еще раз внимательно прохожу по всем разделам и уже всякие мелкие детали доделаю. Тупиковые страницы, всякие сложные сценарии. Я в процессе демонстрации вот этих промежуточных не сильно ограничиваю клиента в виражах. И не принимаю важных решений самостоятельно. Что это значит? Если клиенту не понравилось то, что получается, мы можем это удалить и переделать. И это будет более эффективно, чем придумывать какие-то новые костыли для исправления существующих решений. Иногда я клиентам даже так и говорю. Вот вы сейчас пытаетесь исправить то, что у нас есть, даете какие-то комментарии, но судя по вашим комментариям, вроде мы уже сделали не то, что нужно. Поэтому как вы смотрите на то, чтобы в принципе перепроектировать этот участок с нуля? Клиенты соглашаются, и на самом деле это экономит нам всем время. И результат получается гораздо лучше, чем что-то неправильно спроектированное, но спасенное костылями. Как только мне приходится в прототипе что-то удалять и переделывать, я сохраняю прототип под новой версией, чтобы то, что я уже напроектировал в прошлом, никогда никуда не исчезло. У меня бывали ситуации, когда через пять итераций клиент вспоминал одну из первых итераций и говорил, нет, все-таки тогда было прикольно, а я уже все удалил, потому что ничего не сохранилось. Сейчас такая ситуация в моем процессе невозможна. Снова внимание к неважным для меня, но важным для клиента вещам. Нету мелочей для клиента. То, что я интерпретирую как мелочи, для клиента может оказаться чем-то важным. Ну и в конце я готовлю к следующему этапу. Я говорю, потом мы будем... Точнее, не в конце, в процессе работы. Да, это отдельная тема. В процессе работы над прототипом во время каждой демонстрации я периодически натыкаюсь на такие моменты, которые вызывают вопросы, но которые не показать в прототипе. Например, сколько у пользователя попыток ввести пароль, прежде чем он получит блокировку. Я говорю, там, пять попыток. А мы это где-то зафиксируем. Я говорю, да, у нас будет документ под названием функциональная спецификация, который описывает все те вещи, которые невозможно показать в прототипе. Понятно. И таким образом я постоянно повышаю актуальность этого документа. Причем это не мой метод злостной продажи и навязывания клиента услуги. Я искренне верю, что с этим документом проект будет выполнен быстрее, качественнее и, соответственно, дешевле. Ну и, наконец, после всех этих промежуточных демонстраций я показываю ему финальную версию. Он говорит, да, это ровно то, что нам надо. Мы завершаем работу. Я торжественно скидываю акт клиенту. Подписываю этот акт с помощью электронного документа оборота. И после того, как я получаю подписанную со стороны клиента версию акта, я, наконец-то, получаю доступ к заработанным деньгам, которые всю дорогу хранились на моем счете. И я работал спокойно и не брал на себя риск ни уплаты клиентам. После этого я перехожу сразу же к следующему этапу, к продаже функциональной спецификации. Но это уже другая история. А на этом, пожалуй, на сегодня все. Если вы дослушали до этого момента, то вы огромный молодец, потому что это была довольно, по мне, скучная презентация, узкоспециализированная. Спасибо за то, что вы до сюда добрались. Разумеется, не могу не предложить ознакомиться с полезными ссылками в описании к этому видео, подписаться на мой телеграм-канал. Пожалуй, я буду все чаще писать там про проектирование интерфейсов в том числе. Читайте мою книгу нормального фрилансера. Она бесплатна. А на этом все. Спасибо за внимание. И увидимся с вами в следующий раз.